Привет, это канал Джон и Ева. Продолжаем нашу кругосветку. Мы уже проехали Россию, Монголию, Китай, Вьетнам, Камбоджа, Таиланд и Мьянму. И сейчас мы в Шотландии, в Востоке, в Шелонге, Индии. Здесь так поздно едят. Время 23.40. И мы только сейчас поужинаем. У нас целый пир вообще рис, свиньи ножки, дожи с картошкой, говядина жареная с луком, чили, рыба и да. Так много всего. И так поздно. Итого, пол первого, и мы закончили кушать. Надо спать. Вот, Ева делает собаку. Классно. А что это? Птица? Это лама. Сегодня периодически к нам почему-то заходят, столько детей. Тыgen. Ты все speak English? Да. bek это. Я? Ты герой? Наш хост, Робин, ознакомит нас со всеми родственниками. Вот один из его родственников, маленький мальчик, у которого очень-очень белая кожа. Смелье, смелье. 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 Даже белее, чем мы. Он даже белее, чем мы. Они его называют британский мальчик. Его отец очень светлая кожа. У нас постоянно, особенно в Индии, такая игра. Ира всегда пытается мыть посуду, пока люди не заметили. И потом, когда заметили, они всегда такие, нет, нет, нет. И прибегают все, нет, нельзя, 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 гостям нельзя. И они забирают посуду срочно. И всегда нельзя мыть посуду. Вот тут разные дома бывают. Вот очень красивые. Ну, как бы так себе. И такие, которые, не знаю, менее красивые, скажем. Мы сейчас поедем. На машине в одно место. Говорят, что это место самое дождливое место в мире. Там есть рекорд, самый дождливый месяц и самый дождливый год. За год, по-моему, где-то 24 метра дождя было. Рассмотрим, будет ли там дождь сегодня. Место называется Черапунджи. Мы сейчас приезжали в место, и там написано, что унитаз 10 рублей, а писсуар 5 рублей. Продолжение следует... Мы уже проехали в тот город, Черапунджи, самый дождливый город в мире. И, как ни странно, дождь, гроза. Я бы, наверное, не очень хотел жить в самом дождливом городе в мире. Ну, вот люди как-то живут. Мы приехали в вот такое место. И должно быть водопад где-то. Вот маленький-маленький водопад. Наверное, еле-еле видно на камере, но... Вот. Здесь, правда, безумно красивое место, если честно. Но кадры могут получаться не самые лучшие, потому что почему-то здесь решили, что штраф за видеосъемку тысяча руппи. Соответственно, мы не очень хотим платить такой штраф. Вон там тоже должен быть водопад, но... Так как это не сезон дождей, его там нет. Но дождь есть. Ребята попали под дождь. Муджон весь мокрый. Вот. И... Смотрите, какая красота. Смотрите, какое чудо. Солнце и дождь. Мы покидаем это прекрасное место. Радуга! Радуга! Сочи, видишь? Да. Мы приехали вот в такую пещеру. Найорочка. Классно. Так естественно. Как мы влезем. О, ребята, это не для нас. Сложновато. Вот, я поднялся вот сюда. И ничего нет. Только включатель. И вон, ребята. Классно. Вау. Вот здесь такие проходы местами. Местами мокрые. Как видно. Местами очень гладкие поверхности. И местами очень жесткие. Так странно, что так быть под землей. Ох, я нашел красивую женщину. Сейчас красивая женщина пытается стиснуться. Здесь уже конец. Это конец. Мы уже на воле. Классно. Аккуратно. Сегодня у нас опять небольшая экскурсия по городу. Мы съездим сначала в дом, который они строят. Это мама Робина строит дом, чтобы сдавать его в аренду. И мы еще, наверное, съездим на могилу брата Робина. Он умер в прошлом году. В 8 месяцев назад. Вчера было. Это моя родная сестра. Да, он умер 8 месяцев назад от панкреатита, по-моему. И мы съездим в музей. В самый популярный музей в Северо-Востоке, как говорят. Вот это самое большое кладбище в этом городе бывает что есть больше одного креста на одной могиле вот три здесь вот там два три два и Робин нам объяснял сейчас что они так нередко делают это просто другой член семьи например его брат похоронен там где его по-моему дядя или брат бабушки похоронен они говорят что просто столько времени прошло что там уже практически ничего не осталось они это понимают и они просто хоронят в одном месте и это дает такое ощущение что они не знаю что они вместе с родственниками я думаю что может быть это муж с женой но сказал что нет и вот здесь тоже три например Элизавета Сесил и кто-то еще и вот такой вид из окна у людей на кладбище и вы думаете что это не очень классный вид что здесь есть такая атмосфера страдания да это не очень принципе как вид но моя бабушка живет рядом с кладбище мне кажется там довольно красиво очень спокойно во первых это точно значит вот здесь могила вот так ему было 33 года кажется немножко убрали могилу и поставим свечки вот дом который они строят заходим прикольный здесь вид и там прямо виден стадион посмотрим внутри здесь будет гостиная здесь будет столовая кухня и спальня здесь будет своя ванная и идем наверх классно так светло здесь комната для тусовок вот эта комната была для брата который погиб они когда начали строить этот дом вот этого дома не было поэтому они здесь был хороший вид но теперь не очень но можно видеть там стадион отсюда вид как бы неплохое очень красиво много домов разных цветов и вот спальня для мамы и небольшой балкончик мусор 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 вон он говорит что вот та земля принадлежит государству жалко что построили дом так близко и вот еще выше можно подняться прям на крышу кажется вот опять все ребята на крышу здорово интересно что они тут планируют вон еще чья-то крыша все видно и для воды здесь что-то переливается почему-то ну хоть отсюда можно видеть стадион можно футбол смотреть и вот что хотят сдавать вот это под домом внизу даже в следующем месяце они будут сдавать это в аренду возможно очень неплохо мужчины говорит что я думаю что вы бы хорошо поместили здесь хорошо сколько он в 8000 вот это место стоит 8000 в месяц но по нашим меркам это довольно дешево вот пришли в такой музей донбоско музей и там такой такая смешная реклама чтобы лайкать на фейсбук здесь все аборигенов этого региона много фото много про христианство вот это семь штат на северо-востоке индии называется семь сестер мы приехали из мьянмы в манипур сначала потом мы были вас сами потом магалай и наверное опять будем вас сами чтобы проехать дальше и не заезжать в англо дальше не в бутан вот здесь другая карта этих штатов с племенами в манипуре мы уже встречали куки и вот кассе еще бенгалы но они их нет здесь так много племен здесь разные ловушки для рыб а и а и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Горы вокруг, везде горы, горы, горы Здесь самая высокая точка Какая прикольная идея Сделать такую Аллею на крыше Такой пандус на самый верх крыши Откуда вы можете улететь зрелище? Вау Так солнце светит классно Красота И вот тут красота Внутри вот так вот выглядит Мы пришли в такую Забегалку Особенно для студентов Очень, очень популярная Очень много людей И все взяли вот по тарелке И все стоит не больше доллара А что-то стоит даже где-то 60 центов Вот это, по-моему, 60 центов где-то Дешево и вкусно Да, моё стоит где-то Где-то 80 центов Девочка приготовила борщ Красный-красный Вот, и у нас сладкий хлеб Так что немножко странно Но все равно классно А вот тетя, она не может не есть рис По ночам По вечерам Поэтому она Она кушает борщ Борщ с рисом и с мясом Мне кажется, он соленый Ну? Пересольный Да ладно Мам привет Это соленый Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok